Добрый день, уважаемые радиослушатели, начнем работать в прямом эфире и сейчас у нас на связи посредством зумоэкономии Сергея Губина. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот я посмотрел вас в фейсбуке, естественно, вы тоже с экономической точки зрения не только анализируете эти графики, цифры, к сожалению, они удручающие. Латвия на первом месте, но как раз не на том первом месте, на котором мы мечтали быть, речь идет о количестве зараженных на душу населения. Здесь мы первые, мы, к сожалению, лидеры в Европе по тем странам, в которых есть вакцинация и одновременно мы объявляем локдаун. Я не знаю такой другой европейской, ну или, скажем так, страны Европейского Союза, где объявляется локдаун через полгода после того, как началась вакцинация. Ну, к сожалению, вот эти два показателя безрадостных, мы продолжаем бить антирекорды. Вот вы, анализируя вот эти графики, может быть, как экономист больше, может быть, здесь и математические модели приемлемые. Вот что можно вообще сказать? Я не вижу пока, я понимаю, что еще, может быть, надо подождать сейчас каникулы у школьников, может быть, начнется снижение заболеваемости, но пока никакого такого результата появленного после объявления локдауна я не вижу. Вот неделю мы уже находимся в локдауне, пока не вижу результатов. Ну, вы все правильно описали. Нужно на эту проблему, на проблему коронавируса в Латвии смотреть с двух сторон, мне кажется, как бы на решение этой проблемы с двух сторон. Первое краткосрочное решение – это локдаун. Это то, что может уменьшить заболевание достаточно в короткий срок, на мой взгляд. Вот короткий срок я имею в виду пару недель, две-три недели. То есть в течение недели, мне кажется, ничто не сможет остановить это заболевание. То есть то, что вы видите, это просто инерция того, что происходило до объявления локдауна. Среднесрочной перспективой вакцинация нам поможет. Почему в других странах динамика выглядит по-другому? Мне кажется, проблема Латвии в том, как была организована вакцинация. К сожалению, мы вакцинировали в первую очередь тех, кто хотел вакцинироваться, а не тех, кого нужно было бы вакцинировать. Я имею в виду старшее поколение людей старше 60 лет. Именно они сейчас чаще всего находятся в госпиталях с искусственным кислородом. Если посмотреть, что происходило, например, в Дании, в Галии, в тех странах, о которых мы сейчас говорим, как примерах, они сфокусированно концентрировались на прививках старшего поколения. Это было очень важно. И у них 80-90% людей старше 80-90, в Голландии, по-моему, вообще почти все. 95% населения старше 90 или 80 лет привиты уже. Поэтому у них, даже при том, что сейчас происходит некоторый рост заболевания, потому что никаких ограничений нет у них в жизни, как до ковида, но это не переходит в рост количества людей, которые находятся в больнице. У нас же, к сожалению, пошли другим путем, более легким. Очень много привитых людей 30-летних, 40-летних. Это тоже важно, это тоже нужно, это замечательно. Но чтобы не повторился локдаун, нужно прививать людей старшего возраста. В этом ошибка, на мой взгляд. Да, ну вот интересно, что мы видим, что министр долго спорит, можно ли вообще пенсионеру, простите, Иванову, пожилому человеку, отправить письмо, где рядом с латышским текстом будет текст на русском. Казалось бы, полный абсурд. Ну, естественно, нужно отправить. Но оказывается, закон запрещает даже это сделать. Даже перевод приложить на английском и русском языке в стране Европейского Союза нельзя. Вы знаете, это меня шокирует, честно говоря, очень сильно расстраивает. Знаете, латвийское общество живет в двух таких мирах, латышском языке и русском языке. Они не всегда пересекаются. То, что нам кажется абсурдным и естественным, конечно, нужно говорить про коронавирус с русскоязычными пенсионерами на русском языке. Само собой, понятное дело, в латышской аудитории воспринимается неоднозначно. Есть люди, которые с этим абсолютно согласны. Таких достаточно много. Но есть и национальное объединение, националистически настроенные люди, которые почему-то считают, что вообще даже это обсуждать нельзя. Потому что якобы что-то угрожает латышскому языку. Глупость какая. Ну, полная чушь. Они даже не пытаются. Они даже не пытаются. Люди, которые это утверждают. Говорят, сейчас идет распространение такого взгляда. Я читаю латышский Делфи, Твиттер и так далее. Разговариваю с людьми, что мол, да что с этими русскими разговаривать, это точно не поможет. Это точно не поможет. Хотя, еще раз повторю, надо же попытаться хотя бы. Эту попытку не делают. Это меня прям... Да, вот интересно, если мы говорим еще и о бюджете, вот такая интересная картинка. Еще до пандемии, как мы помним, то же самое правительство говорило, что денег нет, у нас какое-то там фискальное пространство, за которое мы не можем выйти, поэтому медики, кто там еще просил полицейский, все до свидания. Давай, до свидания. Сейчас, вот с одной стороны, вроде бы начался обратный процесс. Говорит о том, у нас, как мы помним, знаменитая фраза Каренща, у нас денег столько, как никогда. Правда, теперь уже выясняется, как сказал министр финансов, что все эти деньги заемные. Это очень интересно. Да, это все равно, если бы каждый из нас оперировал, говорю, слушайте, ну, у меня, значит, всегда лежат свободные там на карточке 2-4 тысячи, правда, это овердрайв, которого нужно возвращать с процентами. Ну, ничего, они же у меня есть. Да, вот, ну, примерно, мне кажется, то же самое, что у нас денег очень много, но, вы знаете, эти все деньги, мы заемные, так спрашивается, это много денег или это деньги заемные, и почему так происходит? И тоже такая интересная ситуация. Если у нас денег много, и нам, как говорит господин Рейерс, все охотно дают в долг под минимальные проценты, почему же тогда вот эти бедные медики просят хотя бы им 10% прибавки дать, сказали 4,5, и все. Так спрашивается, денег много или денег много, но не на всех, и не на все. Вот как вы все это оцениваете? Очень хороший вопрос. Вы знаете, некоторым людям сколько ни давай, все мало. В этом смысле наш бюджет, он такой странный очень. С одной стороны, действительно, денег стало больше в расходной части, да и в доходной части стало больше денег, чем в прошлом году, но почему-то это вот не переводится в увеличение благосостояния простых жителей Латвии. спрашивается, что такое. Ну, вопросы в приоритетах этого бюджета. На что, собственно, тратим деньги? Как вы думаете, сколько сейчас... Вот мы, например, в НАТО, согласно всем стандартам НАТО, мы должны тратить 2% нашего ППП на оборону. Как вы думаете, сколько процентов Латвия будет тратить в следующем году? Ну... Насколько я понимаю, уже, по-моему, примерно 3% мы будем тратить на оборону почти. Ну, вообще не 3%, хотя к этому идет, да. 2,2%. Ну, то есть мы больше тратим, чем нам нужно тратить. Ну, мы же богатая страна. Зачем? Ну, боже мой. Ну, это же особенно в этот сложный период, когда нужно сконцентрироваться на безопасности эпидемиологической, а не обороной. Ну, зачем? К чему такие расходы? Непонятно. Вернее, понятно. Это просто, ну, вот политический такой выбор этого правительства, этой коалиции, кореньше конкретно его, что вот на это надо тратить деньги, а на вот на образование или здравоохранение, вот, давайте чуть меньше. Ну, вот даже если мы предположим, что хорошо, пускай это будет такой политический выбор, но ведь и деньги на оборону можно тратить по-разному. Я скажу, может, банальную вещь, но многие страны, это не только там страны на востоке от Латвии, многие страны, в том числе НАТО, имеют целую военную медицину, целую отрасль, и если что, они могут развернуть быстро этот военный госпиталь, ну, полевой для латвийских погодных условий неправильное слово, но вообще, этот вот, эти модули госпиталь, есть военные медики, и они могли бы оказать помощь. Я очень рад, что у нас появится новый бронетранспортер, но мы его как можем под госпиталь переделать, да? Да, совершенно верно. Между прочим, уже были такие попытки, такие, знаете ли, такие намеки министров, министру нашего обороны, пабрикского, может быть, военные как-то помогут, может быть, и что-то как-то не похоже, что не сильно помогают, конкретно в госпиталях, например. То есть, эти разговоры, они уже давно идут, но вот как-то что-то не похоже, что-то там будет. То есть, да, ты совершенно правы, можно тратить по-другому, можно тратить эти деньги, не только покупая, не покупая БУ, или даже современные, современные, новые бронетехники, но и тратить деньги здесь, в Латвии, например, на кибербезопасность, то же самое, которые можно контролировать, ну, как-то пытаться контролировать здесь, в Латвии, с помощью наших программистов, скажем так, ну, например. Ну, вот, да, что-то у нас не то в правительстве. Не то. Да, вот по поводу не то, вот мы знаем, что об этом, кстати, и по понятной причине ли правительство не часто говорит, что у нас сейчас происходит бешеный рост тарифов, электричество, газ, тепло, понятно, что продукты, и дальше это все будет продолжаться, то есть инфляция нарастает. Что сделало правительство? Ну, пока, как мы знаем, только решил выплачивать по 20 евро в месяц, в декабре, кстати, начнутся выплаты вакцинированным пенсионерам на электричество. При всем уважении к пенсионерам, при всем уважении большим к привитым пенсионерам, разве это эффективный способ борьбы вот с инфляцией? Ну, в крайнем случае, тогда уже могло государство каким-то образом разработать механизм компенсации роста тарифов от энергии напрямую и таким образом снизить тарифы для населения, потому что эти 20 евро уйдут в общий котел пенсионеров, опять-таки, при всем к ним уважении. Многие пенсионеры живут вместе со своими детьми, уже взрослыми, и те их содержат, да, и там другие расходы бюджетные, ну, то есть, мне кажется, это вообще неправильный подход вообще к решению проблемы роста тарифов. Может, я не прав? Нет, это совершенно верно. Ну, вернее, как, это один из подходов, но он такой, знаете, не совсем... То есть, на самом деле, что делают, например, другие страны? Например, во Франции, в Голландии, по-моему, в Испании уменьшили временно налог на добавленную стоимость на газ и электричество на год. Депутаты партии Республика, в которой я имею честь состоять, предложили уменьшить НДС до 5% на газ и электричество по-моему, до мая, с ноября или даже с октября уже до мая. Коалиция отказалась. Наши депутаты не растерялись и подали заявление снова уже уменьшив НДС вообще до нуля. Просто потому что, ну, чрезвычайная ситуация, это понятно, что, ну, такие цены это редкость, большая редкость, поэтому нужно действовать. Мы думали достаточно быстро и так решительно. НДС до нуля всем, без исключения, в течение полгода. Потому что, согласно вроде прогнозам, после весны цены должны стабилизироваться и прийти на обычный уровень. Но, опять же, правительство отказало. Да, эти деньги, я не уверен, что они помогут и помогут точно не всем, но это безответственно. Да. Вот еще такой, наверное, вопрос важный о том, как дальше будет в Латвии жить. Ну, я не имею в виду заимствовать, как мы будем дальше зарабатывать. Ну, вот, премьер, как мантуру, повторяет на каждом заседании, вот, он презентовал проект бюджета в парламенте и тоже повторял вот эту ведроиндустриализацию, что в переводе, ну, мудрая реиндустриализация. Я, правда, не понял, может быть, мы что-то не знаем, уже, может быть, случилась эта мудрая реиндустриализация, но мы не в курсе. Где-то заводы открылись, производство, как это все происходит? По-моему, это пока фантазии самого Каренша, он очень в это хочет верить, может быть, или просто предваряется, хорошо, не знаю. А он об этом говорит уже не первый раз, все внимательно слушают и не очень понятно, что за этим стоит, что именно он имеет в виду. Сложно сказать, какие-то, ну, активизировать, может быть, международные инвестиции в Латвию. Но, опять же, надо смотреть, как бы, куда ведут деньги, что называется, что мы уменьшили налоги для наших предприятий, производящих товары. Вроде как нет. Какие-то особые условия кредитования у нас теперь для этих предприятий вроде как тоже нет. Ну, европейские фонды, но они были и до того, как Каренш начал говорить об этой как это, смарт-индустриализации. Да, да, да. Черт его знает, о чем он имеет в виду. Ну, это красиво, ну, как бы, это хорошо звучит, в конце концов. Но, нет, по-моему, там ничего нет. За этими словами ничего не стоит. Да, ну, вот эта тема, конечно, которая сейчас, наверное, ключевая стала в общественном пространстве, это требование, кто-то почему-то посчитал требование неожиданное, хотя мне кажется, что ситуация назревала уже давно, требование медицинской организации, теперь не только общество врачей, там, перечисляя все это организации, эфира не хватит, но минимум 6-7 медицинских сообществ влиятельных потребовали или присоединились к требованию общества врачей отправить господина Павлица в отставку. Ну, господин Павлица, как вы понимаете, никуда не собирается сам уходить, там премьер делает разные такие кивоки, ну, да, вот мы посмотрим, ну, может быть, врачи, конечно, правы, а вот если, вот как, как вы все это оцениваете, вот даже, ну, просто как гражданин Латвии? Жуть, жуть какая-то, ну, просто невозможно, мы в середине пандемии, и у нас министр здравоохранения, человек, которому не доверяют собственные сотрудники, но что это, что это такое? Ну, это ужас какой-то, непрофессионализм. Как непрофессионализм? Он так красиво играет на рояле, мы же можем убедиться. О, да, 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 супер, супер, молодец, конечно. Нет, 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 это никуда не годится, его нужно снимать, если профессионалы в индустрии говорят, что они не могут с ним работать, что там такие проблемы, то нет, его нужно снимать и ставить на его место не политика, не политика, потому что, если снова придет политик, как можно, это уже третий будет политик из одной и той же партии, представить, что там сначала была Илза Винкеле, потом, значит, это Павлюц, и вот еще снова какой-то политик из той же партии, нет, ребята, так не годится. Нужно привлекать профессионала из, собственно, здравоохранения, человека, который уже разбирается в проблеме, которого не нужно вводить в курс дела в течение недели-двух, знает, о чем он говорит и знает этих людей, с которыми придется работать и сможет быстро организовать, ну, самое главное, процесс вакцинации. Ну, то есть, опять же, возвращаясь к самому первому вопросу, вакцинации, в первую очередь, пожилых людей в Латвии, вакуишей, русских, какого угодно. Ну, господин Павлович уже включился в этот процесс, мы помним, он 12 пожилых человек обзвонил целых, 12 человек. Супер, супер. А сейчас, скажем так, к нему, как к человеку, отношусь даже с некоторой симпатией, ну, как бы, но он на образу рукинулся, можно так сказать, да, человек, который вот решил помочь стране, трудный мир в какую-то минуту, вот он пытается, значит, пиар-акции делать, звонить самому, сам звонит людям, это все замечательно, он молодец, он старается, он старается, но мы же не в детском садике, когда за старания, дают звездочку и говорят, какой же ты молодец, ну, нужны результаты, результаты, к сожалению, такие, что мы в третьей волне, мы самое, ну, как вы сказали, ну, все в курсе, передавая страна, да, передавая страна в мире, ну, что это такое, ну, это ни в какие ворота, давайте что-то, ну, надо что-то менять, может, в консерватории, может, не в консерватории, давайте менять, вот, министра сменим на профессионала, мне кажется, это нормальный ход, особенно учитывая те претензии, о которых говорят профессионалы отрасли, так что, ну, не знаю, я бы его снял, честно говоря, мне кажется, депутаты республики будут голосовать, большинство из них будут голосовать за снятие, ну, это надо их спрашивать, вот интересный, Сергей, здесь тоже такой момент, мы знаем, что правительство ввело локдаун до 15 ноября, не зная, кто дергал премьера за язык, но он уже сказал, что все, 15 и все, да, видимо, договорились с вирусом, мы, может быть, что-то не знаем, но, во-первых, мне кажется, даже чисто политически обозначать какие-то даты как-то очень опрометчиво, связывать себе руки, это раз, с другой стороны, мы понимаем, и тех, кто разбирается в экономике и финансах, что очень долго заниматься такой парализацией экономики мы себе не можем позволить, мы же не Германия, ведь после этого раскачать экономику будет крайне сложно, уже сейчас, судя по скромным подсчетам господина Рейерса, от локдауна войдется нам почти порядка 200 миллионов, ну, еще месяц, я не знаю, что дальше будет. Да, 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 это тоже все удастся, к сожалению, но, ладно, давайте будем оптимистически, ладно, да, через 15, Каринш говорит, 15-го откроем, вы совершенно правильно сказали, это не Кариншу решать, то есть Каринш, конечно, может открыть, но если не сбить ту волну, которая сейчас есть, то это будет, ну, это большая глупость, ну, это просто большая глупость, то есть я каждый день смотрю, сколько людей новых в госпитале поступило, и пока не похоже, что волна сбита, мы каждый день вступает все больше и больше людей, и максимум, который себе может позволить наша отрасль здравоохранения для ковид больных 1500 мест в палаточном, ну, место в госпитале, так они говорят, больше вот этой суммы, больше этого числа, значит, придется делать какие-то экстренные усилия, не знаю, открывать госпиталь на Кипселе, было бы ужасно, на самом деле, если бы еще какие-то вещи неприятные, трагические, производить, например, рассортировку больных, это кошмар, конечно, вот, пока мы идем вот строго по этой линии, по которой шли уже несколько месяцев, почему Кареншкин? Да, конечно, политически сейчас кажется невозможным продлиния локдауна после 15-го, тут вот и Каренш сказал, по-моему, даже Павлев сам говорит, что вот это откроем, но не знаю, если откроем, то в каких, как откроем, не знаю, комендантский час будет, после 15-го не будет, смогут работать магазины, не смогут, трудно сказать, но это, знаете, такой почерк господина Каренша и вообще этой всей команды, коалиции, они пытаются усидеть на двух-трех стульях, аккуратно вести, никого не обидеть, принимать такие решения, сделать локдауна только на месте, аккуратно, ну, мне кажется, тут не работает, надо, ну, быть открытым, откровенным, но и честным по отношению к людям говорить правду, они это не делали, мне кажется, тут ужасно. Да, вот я понимаю, что в тени пандемии, сейчас, конечно, не до этого, но, тем не менее, это на самом деле довольно важная проблема, я надеюсь, что рано или поздно мы с этим ужасом с пандемией справимся, и тогда эта проблема станет еще более актуальной, все это нам обозначается таким совершенно непонятным словом на русском языке, вообще непроизносимая какая-то климата, нейтральность, нейтральность климата, на самом деле за этим кроются очень большие требования, которые Латвия, ну, в силу уровня жизни населения, их достатка просто не может решить, к примеру, там, не знаю, освободиться от этого огромадного количества, более миллиона автомобилей внутреннего сгорания и перейти на электромобили, я не очень представляю, как это можно, как Латвия там обязалась с 2025 года, когда у нас средний возраст автомобиля 15 лет, у меня есть такое ощущение, что или мы хотим, как это повежливо сказать, надурить Европейский Союз, или действительно вот эти фантазеры, мы говорили, что вот господин Кайнич со своей мудрой революционной фантазер, такое ощущение, что он не единственный фантазер? Мое личное мнение, тут я уж, мне кажется, мы хотим надурить Европейскую комиссию, вот откровенно говоря, мне кажется, мы принимаем эти дополнительные обязательства по зеленому курсу с желанием, с надеждой, что не только Латвия, но и другие страны Европейского Союза не смогут выполнить эти обязательства, и Европейская комиссия сжалится над всеми этими странами и как-то поменяет свои отношения, может быть, перейдет сроки, не до 2030 года, господи, у нас осталось 8 лет, а переведет там в 2035 или в 2040 год, но вот смотреть сейчас, ну, совершенно непонятно, как мы будем, за счет чего мы будем сокращать выбросы парниковых газов в транспорте, не знаю, ну, то, что говорят специалисты в областях и в транспорте, и в сельском хозяйстве, что это невозможно, не представляю себе. Может быть, энергетика как-то, может быть, мы сможем как-то таких бойко устанавливать ветряки на каждом углу и пытаться отказаться от газа, может быть, как-то поможет, но пока особой стратегии, настоящей серьезной стратегии, я про такое ничего не слышал, то есть это скорее разговоры. Вот, мне кажется, вот так вот происходит у нас сейчас, к сожалению, не очень хорошая новость, я понимаю, но что-то... Да. Вот, может быть, еще такой вопрос, который хотел задать. Все-таки, вот на ваш взгляд, допустим, закончится эта пандемия, есть какие-то, не знаю, точки роста, за счет чего бы Латвия постепенно могла, не знаю, повышать уровень жизни? Я не хочу больше говорить про эти вот штампы, про Скандинавию, которые мы там догоним, перегоним и так далее. Ну, вообще, какие-то точки роста, потому что мы понимаем, что еще до пандемии у нас транзит лег на дно, нерезидентский бизнес, как мы знаем, мы с ним покончили, я имею в виду банковский, мудрая религиозализация, пока только в мечтах премьера. Вот как, за счет чего бы экономика прирастала? Только, опять-таки, за счет вот сферы услуг? Смотрите, есть индустрии, которые не сильно подвержены пандемии, к счастью, например, ну, то есть, они все, конечно, не как-то, чуть-чуть, каким-то образом, но кто-то сильнее, например, туризм, тут вообще полностью капут, или, например, IT-сфера, которая, ну, не настолько подвержена, или, например, дерево переобработка менее подвержена. Ну, если говорить об экономике в целом, то, мне кажется, есть индустрии такие консервативные, ну, как консервативные, типичные для Латвии, сельское хозяйство, дерево переобработка также, которые неплохо развиваются, и нужно дальше продолжать в том же духе, что называется. Есть более такие современные, ну, новые, насколько можно сказать, новые, например, та же самая IT-технология, туризм, в принципе, теоретически мог бы, особенно, я надеюсь, после пандемии, я надеюсь, можно привлечь достаточно много людей, люди соскучились по поездкам, по поездкам по Европе, я думаю, мы сможем что-то предложить. Рига все еще замечательный город, Юрмал, тоже замечательный город, и вообще, у нас есть что посмотреть, и вот, это возможно, да, сфера услуг, сервисы какие-то, связанные чаще всего с IT, пожалуй, вот, был бы, я думаю, вот эти, вы говорите, точки роста, на них стоит облокотиться. Ну что ж, будем надеяться, что так и произойдет, поскольку, последний ремарк, вы упомянули Юрмалу, это, конечно, такой вопрос дискуссионный, но мы помним, что совсем недавно Юрмальская дума, правда, Министерство среды регионального развития оспорила, приняла решение, что надо бы со следующего года, речь идет об апреле, ввести круглогодичные пропуска, платный въезд, фактически, сделать Юрмалу в течение всего года. Это как такое средство якобы борьбы с транспортом транзитным, который использует Юрмалу как транзит, ну, наверное, какие-то фуры. Не знаю уж, слишком ли большое количество фур, проезжающих из Юрмалу, я не очень это замечал, но мне тяжело представить, зачем в зимний период вводить плату за въезд и фактически лишать вот эти все кафе, рестораны, посетителей. Я не очень это понимаю. Да, ну, тут мало что... Понимаете, что такое дело? Они объявили об этом, но на чем основывается их решение, не совсем понятно. Ну, то есть, они сказали, они хотят... Вопрос, насколько это... Ну, действительно ли этот поток такой большой, что Юрмала прям задыхается и невозможно прямо от этих газов, которые фуры и шума в зимний период прям невозможно жить и это очень плохо для жителей. Если это действительно так и мы там видим жуткие потоки, то, наверное, что-то надо делать и, может быть, это неплохой выход. Но если это не так и мне почему-то кажется, что это не так, то со стороны это выглядит как желание просто побольше заработать денег, конкретно в бюджет города. Что они там про эти рестораны и кафе думают, я даже не знаю. но пока это выглядит таким волюнтаристским шагом просто увеличить себе бюджет города за счет людей со стороны. Это нужно обосновывать, такие решения нужно хорошенько обосновывать, не говоря уже о том, что, возможно, это даже противозаконно. Тут я уж не знаю, я не юрист, но мне-то кажется, что что-то там странное. Ясно. Ну что ж, посмотрим, будем, конечно, надеяться на лучшее, будем надеяться, что мы уйдем с этого позорного первого места по количеству заражения ковидом, но пора бы уже. Если, конечно, кто-то ориентируется на то, что мы уйдем естественным путем за счет того, что все переболеют, это, наверное, неправильный путь, особенно учитывая безумно большое количество жертв. Вот мы каждый день уже счет идет на больше тридцати человек в сутки умирает от ковида в Латвии. Это просто ужасно. Ну что ж, будем надеяться на лучшее. Сергей Губин, у нас был на прямой связи, экономист. Большое спасибо. Спасибо вам. До свидания.